Вас на брифинге службы центральных коммуникаций при президенте Республики Казахстан. Как известно, охрана здоровья матери и ребенка является одной из самых важных задач, стоящих перед нашей системой здравоохранения. Глава государства Нурсултана Бешевич Назарбаев определил здоровье матери и ребенка одним из главных приоритетов для развития Казахстана. За последние пять лет Казахстане отмечается снижение материнской смертности в три раза и младенческой в 1,6 раз. А в рейтинге индекса глобальной конкурентоспособности за 2014-2015 годы показатель младенческой смертности снизился на 17 позиций. Однако для вхождения страны в тридцатку наиболее развитых стран мира необходимо продолжить работу по повышению глобального индекса конкурентоспособности Казахстана, важной составляющей которого является показатель младенческой смертности и материнской. Сегодня мы пригласили представителей государственных органов, международных организаций, которые более подробно расскажут о ходе реализации поручений главы государства. Это заместитель директора департамента организации медицинской помощи Магрипа Хамитовна Ембергенова, директор научного центра кушерства, гинекологии и перинатологии Кудайбергенов Талгат Капаевич, врач-педиатр национального научного центра материнства и детства Сесимбаева Роза Жаканана, глава председательства ЮНИСЕФ в Казахстане Джон Кукита и координатор программы здравоохранения представительства ЮНИСЕФ в Республике Казахстан Айгуль Нургобылова. В первую очередь мы благодарим всех вас за участие в нашем брифинге и Магрипа Хамитовна, пожалуйста, вам слово. Здравствуйте, уважаемые дамы и господа. Разрешите огласить основные мероприятия, которые направлены на снижение материнско-младенческой смертности в Республике Казахстан. Данный вопрос имеет большую приоритетность, высокую актуальность в системе здравоохранения, является главным приоритетом. И, как уже было сказано, глава государства подчеркивает в каждом своем послании о высокой значимости данного вопроса. И защита материнства и детства сегодня является важной составной частью социальной политики и на новом этапе. Поставлены цели в стратегии 2020 снизить материнскую-младенческую смертность к 2020 году в два раза и увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 72 лет. С учетом международного опыта для повышения конкурентоспособности страны и вхождения в число 50 развитых стран, когда-то Казахстан поставил цель внедрить социальные параметры, соответствующие международным стандартам. И в 2008 году сделан был большой шаг, Казахстан перешел на критерии живорождения и мертворождения, рекомендованные Всемирной организацией здравоохранения. Данное мероприятие дало мощный толчок для развития перинатальной медицины. Были пересмотрены основные определения, методология расчетов основных показателей смертности, инструменты оценки основных потерь для определения пакетов вмешательств, где необходимо внедрять какие технологии. И тогда мы понимали, что 70% детей мы теряли в первый месяц жизни. Свыше 60% детей мы теряли в раннем неонатальном периоде, это до 7 дней жизни. И самым решающим периодом для выживания новорожденных явились первые 48 часов после их рождения. И самое важное, что было ясно, что реализация заболеваний и смерти новорожденных в раннем таком периоде жизни, половине случаев не являлась следствием какой-либо тяжелой патологии и происходила из-за отсутствия качественного перинатального ухода. Из-за отсутствия качественного перинатального ухода применялись не те технологии в родах, излишнее применение медикаментов и элементарного отсутствия тепла. И было тогда уже доказано, что даже температура в родильном зале, если она ниже 23 градусов, влияет на новорожденное, испытывает холодовой стресс и равнозначный воздействие нулевой температуры на развитие взрослого человека и повышает риск развития дыхательных расстройств и реализации инфекции. И анализируя все эти факторы, мы понимали, что необходимо улучшать оказание квалифицированной помощи тогда матерям во время беременности, во время родов и послеродовом периоде. И благодаря реализации, успешной реализации государственных программ, отраслевых программ в том числе, государственной программой 2011-2015 годы Соломаты, Казахстан, и внедрение межродных технологий сегодня позволило нам улучшить эти показатели. В стране началась реализация стратегии Всемирной организации здравоохранения «Безопасное материнство». Сегодня все современные молодые мамы знают, что такое партнерские роды. Это пребывание самого близкого человека в родильном зале. Это индивидуальный родильный зал, который на сегодня соответствует всем межродным стандартам и создан для психоэмоциональной поддержки наших рожениц. Разрешается пребывание близкого человека для поддержки и прослеживания пути родов. Безопасное ведение родов, ранний контакт матери с ребенком, это очень важные аспекты. Раннее прикладывание к груди, исключительно грудное скармливание и соблюдение этой тепловой цепочки. Сегодня мониторируется даже температура в родильном зале, чтобы она не снижалась 25 градусов. Это для обычных физиологических родов. Созданы условия для принятия самых маленьких недоношенных детей, где температура должна не снижаться ниже 28 градусов. Все эти вещи очень важны, хотя тогда казалось, что это мелочи, но это очень важные аспекты для сохранения жизни самых маленьких детей. Самым важным организационным механизмом для спасения жизни наших матерей и детей это была регионализация перинатальной помощи, которая также была предложена нашими межродными экспертами и доказала свою эффективность во многих странах, которые уже с 90-х годов перешли на межродные эффективные технологии. Это благодаря рациональному перераспределению медицинских кадров, медицинского оборудования, концентрации самых лучших, самых эффективных лекарственных средств. Мы разделили родильные дома на три уровня. Первый уровень – это уровень центральных районных родильных отделений, где у нас рожают женщины с самыми низкими рисками, это физиологические роды обычно, второй уровень – это со средним риском, и самые тяжелые патологии и преждевременные роды. Недоношенные дети рождаются у нас в перинатальных центрах. Их материально-техническая база была существенно улучшена за эти годы. Оснащенность в некоторых перинатальных центрах на сегодня составляет до 80-90%. То есть они оснащены самым современным, самым эффективным оборудованием для выхаживания недоношенных детей, начиная от 500 грамм и выше. Мы за счет гарантированного объема бесплатной медицинской помощи обеспечиваем всем необходимым спектром лекарственных средств. Для недоношенных детей закупаются дорогостоящие препараты сурфактанта, необходимые для развития дыхательной системы у недоношенных детей. Стоимость одного флакона составляет около 1000 долларов. Для того, чтобы довозить этих женщин из самых дальних районов, из поселков, у нас существуют консультативно-транспортные бригады, в состав которых уходят акушеры-гинекологи, неонатологи, медсестры, акушерки. Ни одна женщина с тяжелой патологией сейчас мы стараемся не оставлять в районе, и они доставляются на самый высокий уровень. Это перинатальный центр. Если необходимо, мы их доставляем благодаря санитарной авиации на республиканский уровень. Это наши профильные институты, которые также оказывают существенную нам поддержку и помощь в спасении наших матерей и детей. В рамках 100 школ, 100 больниц была существенно улучшена материально-техническая база наших родильных домов и детских стационаров. В 13 объектов родоспомогательных и детских учреждений было построено. И для обеспечения единых подходов к перинатальной помощи все услуги были стандартизированы. Были утверждены клинические протоколы, они были пересмотрены соответственно с международными стандартами и с доказательной медициной. Обучены медицинские работники, изменены рабочие и учебные программы во всех медицинских вузах. Была осуществлена подготовка не только врачей, но и учителей наших педагогов, которые преподают в медицинских вузах и на факультетах усовершенствования врачей. Для системы непрерывного улучшения практики ухода за детьми именно родоспоможения была создана система непрерывного обучения наших медицинских работников. В каждом областном центре на базе перинатальных центров и областных больниц созданы учебные центры, тренинговые центры, где нашими республиканскими координаторами идет подготовка специалистов и доведение практических навыков до автоматизма. Мы с этим столкнулись, когда поняли, что именно все стационары, все родильные дома должны быть готовы к оказанию экстренной помощи. Знаете, что акушерство и гинекология – это 90% экстренной ситуации, и каждая минута, она драгоценна для спасения жизни. У нас есть определенное определение. Это золотой час и бриллиантовые полчаса. Если мы в это время не уложимся, конечно, состояние будет угрожать и для жизни. В рамках республиканской бюджетной программы наряду с этим было обучено 2,5 тысяч гинекологов, акушерок около 3 тысяч, педиатров, около 1000 педиатров было обучено. Специалистов ультразвуковой диагностики мы обучали, пренатальной диагностики, потому что это очень важный аспект. Своевременная диагностика врожденных пороков развития состояния, которые требуют незамедлительного вмешательства, также требовало изменений. Более 7 тысяч терапевтов и врачей общей практики было обучено за последние 5-6 лет. И за последние даже 3 года за рубежом мы обучили эффективным технологиям около 1000 специалистов страны. Каждая женщина и каждый ребенок находятся на контроле министерства, и ежесуточно в министерство стекается информация о состоянии детей в республике, сколько мы теряем детей, сколько у нас родов в сутки происходит. И каждый случай разбирается на республиканском штабе, который возглавляет министр здравоохранения, и каждый случай он не проходит бесследно, он разбирается. Для этого приглашаются самые лучшие специалисты, эксперты в области акушерства и гинекологии, и принимаются управленческие меры для изменения ситуации. Те врачи, медицинские работники, допустившие некачественное наказание помощи, допустившие какие-то погрешности, они направляются на обучение, улучшение своих знаний. Это самый важный аспект. Мы поняли, что одним наказанием ситуацию не изменить, поэтому в стране созданы два симуляционных центра республиканских, где происходит обучение именно отработки практических навыков наших акушер-гинекологов, реаниматологов, неанатологов. И пока они не пройдут там определенный учебный процесс и не получат соответствующий сертификат, значит, данная ситуация будет влиять на их категорированность и получение какой-либо категории и доплат соответствующих. Каждый день в стране у нас рождается свыше тысячи детей, и в год количество родов приближается к 400-100 тысячам. Это очень отрадно, это очень нас радует. То есть демографическая ситуация в Казахстане считается положительной. На фоне роста рождаемости у нас снижается смертность. Рождаемость увеличилась за 10 лет на 25%. И в результате проводимых нами мер получила право на жизнь наши недоношенные дети. И если вот за 5 лет выживаем с детей в весовой категории до 1500, выросло у нас на 30% и составило 60% на сегодняшний день. А в 2008 году, когда мы только перешли, у нас еще ничего не было, выживали только 40% недоношенных детей. И в 20,5 раза у нас снизилась смертность новороженных первые 7 дней жизни. Это самые лучшие показатели. То есть мы уже умеем спасать детей, мы можем их выхаживать. Для этого мы приложили очень много усилий. Приложили усилия наши врачи, неонатологи, медицинские сестры, которые даже сегодня все стоят на своем посту, оказывают помощь нашим женщинам и детям. Это большая воля и ответственность работников. В 3 раза в итоге у нас снизилась материнская смертность, в 1,6 раза младенческая смертность. И если в 2009 году показатель составлял 40 на 100 тысяч вороженных, то сегодня по итогам только 2013 года он составляет 12,6. Младенческая смертность была 24 в 2008 году, то сегодня показатель по итогам 2013 года составляет 11,5. Это большое достижение. Но наряду с тем, что мы проводим эти мероприятия на уровне стационаров, конечно же, самым важным аспектом является профилактика раннего явления заболевания. Вакцина профилактика является самым важным аспектом. И на сегодня во всех медицинских центрах первичной медико-санитарной помощи имеется кабинета вакцины профилактики. От самых смертоносных инфекций мы сегодня проводим вакцинацию детей. Сегодня Казахстан имеет статус государства, который полностью бесплатно обеспечивает детей вакцинации, охват которого составляет, по данным международных исследований, 97,5%. За последние 7 лет расходы на вакцинацию увеличились с 1 до 12 миллиардов тенгей. И с целью снижения поствакцинальной реакции Казахстан с 2013 года перешел на обеспечение менее реактогенной вакцины против коклюша, дифтерии и слабняка при высокой их эффективности. И наша страна единственная из стран СНГ, которая первая, посеместно начала вакцинацию против пневмококковой инфекции. И в 2015 году вся страна и все дети страны будут провакцинированы. И благодаря этим мерам мы планируем снизить заболеваемость на 50% и смертность детей на 20% от пневмонии. И за 20 лет, это сухие цифры, за ними стоит большая работа. Заболеваемость в краснухах снизилась в 291 раз, гепатитом среди детей снизилась в 135 раз, дифтерии в 100 раз, корею в 25 раз, коклюшем в 20 раз. Наша страна с 2002 года сертифицирована Всемирной организацией здравоохранения как территория, свободная от полемелита, а с 2012 года от малярии. И в то же время у нас в стране имеются проблемы, связанные с охватом вакцинации. Например, ежегодно регистрируются отказы от различных видов вакцинации, от 4 достигает до 20%. Это требует слаженной информационной работы среди населения. Это касается всех, потому что если хоть один ребенок не провакцинируется, он подвергает опасности всех остальных наших детей. И необходимо улучшать знания, навыки родителей о здоровом поведении, о необходимости этих манипуляций. И на уровне ПМСП, хотелось сказать, что проводится работа в рамках Саламата Казахстана, усиляется работа по первичной медико-санитарной помощи. Мы улучшаем антонатальный уход, это дородовый уход за беременным. Мы говорим, что женщина, прежде чем стать беременной, должна пройти предгравидарная подготовка. Это что? Это необходимо оздоровиться, пройти осмотр терапевта, флюорографию, взять анализы крови, знать свой гемоглобин. Если он понижен, необходимо принимать антианомические препараты, потому что данное состояние влияет не только на течение беременности, но и на развитие ребенка. Поэтому каждая женщина сегодня должна знать. И с этой трибуны я хочу призвать всех журналистов, всех, нашу общественность, наши СМИ, чтобы именно пропагандировали, что каждая беременная женщина для нас ценна, но она ценна нам, как здоровая женщина, чтобы она нам родила здоровых детей. У нас должно быть здоровое поколение. И на уровне ПМСП, чтобы повысить роль участковой службы, мы дали дополнительные штаты медицинских сестер. У каждого врача общей практики сегодня три медсестры, у врача-терапевта и педиатра две медсестры. Эти штатные единицы даны для того, чтобы улучшить систему патронажа, улучшить систему наблюдения над домом, чтобы медицинские сестер наряду с врачами оказывали ту необходимую профилактическую помощь, необходимую для населения. Каждая беременная женщина, хочу отметить, что состоит в электронном регистре беременных, она не выходит у нас из поля зрения. Каждый ее визит регистрируется в онлайн-режиме в регистре беременных. Мы можем проследить по всей стране, где какая женщина, на каком этапе беременности сегодня находится. Для общего охвата консультативной информационной работы по укреплению здоровья женщин у нас созданы кабинеты планированцами. Их сегодня 350, их количество будет дальше увеличиваться. Наполнение этих кабинетов, их качественная, эффективная работа также будет продолжена в рамках следующего этапа Саламата Казахстан. 76 молодежных центров здоровья для укрепления здоровья наших подростков и молодежи. Это тоже очень важно. С телефонами горячей линии. С целью обеспечения осведомленности у нас работают социальные заказы неправительственным организациям, которые также помогают нам массивно проводить информационно-пропагандистскую работу, доводить до населения, как охранять свое здоровье, как беречь свое репродуктивное здоровье. И достижением сегодня Казахстана является полный охват беременных в дородовом наблюдении. Это 99,2%. Роды квалифицированным персоналом у нас проводятся 99,8%. Это достижение, которое отмечено международными организациями. По питанию, хотел остановиться, что улучшается мероприятие по оздоровлению наших женщин. Сегодня анемия является таким состоянием, которое является опасным для беременных, особенно женщин. И Министерством травоохранения, благодаря поддержке правительства, проводится работа по дальнейшей реализации фортификации муки. Для этого выделены финансовые средства. И на сегодняшний день разрабатывается механизм размещения государственных заказов Национальной палаты предпринимателей, который будет дальше реализовывать. И что я еще хотела добавить, что в прошлом году в стране у нас была миссия Межведомственная государственная группа независимых экспертов ООН, которая проводила оценку Казахстана. И по оценке Казахстан улучшил свои статистические показатели. И миссия подтвердила, что в Казахстане достоверная статистика, что она проводится на самом высоком уровне. И все для этого форумы отчетные имеются. И кроме того, им было подвержено, что младенческая смертность значительно снижена. И Казахстан сегодня уже достиг показателя 15 младенческой смертности. По данным оценочной миссии экспертов и детской смертности достигает 16 промиль. Спасибо. Вам большое спасибо за подробное выступление. Следующее слово нашему гостю, господину Джону Кукита. Джон Кукита, first of all, thank you for attending in our briefing and please, a word. Курмите, Ханамдар, Мемузалан. В 1994, 20 лет назад, президент Нурсултан Назарбаев of Kazakhstan signed a convention on the rise of the child in United Nations headquarters in New York. So this year Kazakhstan is marking the 20th anniversary of the signing and ratification of the convention. Уважаемые дамы и господа, в 1994 году, 20 лет назад, президент Нурсултан Наразбаев от имени Казахстана подписал конвенцию о правах ребенка в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке. Таким образом, в этом году, Казахстан отмечает 20-летие подписания и ratification этой конвенции. After 20 years of successes, challenges and lessons learned, we see Kazakhstan achieved sustained economic growth accompanied by active social reform agenda. During these years, UNICEF supported programs contributed to reducing infant and child mortality, improving health statistics, nutrition, parental skills, and early childhood development. После 20 лет успехов, сложностей и также полученных уроков, мы можем видеть, что Казахстан достиг устойчивого экономического развития, которое сопровождается активной социальной реформой. В течение этих лет UNICEF поддерживала программы, которые улучшали снижение младенческой и детской смертности, улучшение статистики здравоохранения, улучшение статуса питания, родительских навыков, и также развитие детей раннего возраста. UNICEF appreciates the efforts of the government of Kazakhstan and the Ministry of Health and Social Development in reducing maternal, child and infant mortality in this country. UNICEF высоко оценивает усилия правительства Казахстана и Министров здравоохранения и социального развития в снижении материнской, младенческой и детской смертности в стране. These efforts resulted in reducing child mortality of Kazakhstan from 53 per 1,000 live births in 1990 to 16 in 2013. This is almost 70% reduction. This is a highly respectable achievement which was assessed by the child mortality estimate report in UN interagency group. Particularly, the speed of its reduction is remarkable. While the global reduction of the child mortality was about 50%, Kazakhstan's reduction rate was 70%. So, thanks to that very fast improvement, Kazakhstan has reached its millennium development goal on reducing child mortality ahead of the 2050 deadline. these efforts led to the future of 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 the future. году до 16 на 1000 живорожденных в тринадцатом году а всего это 70 процентов снижения это очень высоко оцениваем высокоуважаемое достижение которое было оценено и подтверждено отчетом по оценке детской смертности группой он межведомственной группой он и в частности скорость снижения очень высоко оценивается так как глобальный уровень снижения всего за эти годы 50 процентов составил а в казахстане снижение на 70 процентов спасибо благодаря такому быстрому улучшению казахстан практически достиг своей цели тысячелетия 4 по снижению детской смертности до окончательного срока в 2015 году in order to achieve these goals unicef provided support in the past to the ministry in identifying main problems and analysis of child mortality in 2008 and identified that over 60 percent of infant deaths are caused by poor quality of care during perinatal period revealed regional differences in income as well as lack of knowledge of parents and caregivers on care and feeding of young children therefore the ministry focused on in introduction of effective perinatal care integrated management of childhood illnesses with care for development into routine practice of the health professionals the state also ensured that all internationally aligned standards regulations and protocols by adopting the international life birth definition in 2008 для того чтобы достиг достичь достичь этой цели и униссеф оказывал поддержку министерства здравоохранения в определении выявлений основных проблем и проведения анализа детской смертности в 2008 году и выявил что более 60 процентов смертности младенческой смертности зависела от низкого качества перинатальных услуг от региональной от разницы в доходах на региональном уровне и также от низкого уровня знаний родителей по уходу за ребенком и питанию ребенка поэтому можно сказать что министерство сфокусировалась на внедрении международных технологий таких как эффективный перинатальный уход интегрированные внедрение ухода за болезни за болезнями детского возраста с развитием детей раннего возраста в рутинную практику медицинских работников а также государство поддержало полностью внедрение международных стандартов правил и протоколов одновременно с внедрением международных критериев живо и мертвого рождения в 2008 году однако если казахстан wants to further accelerate this trend of fast improvements and reach the top 30 developed countries which is equal to the rates like the united states which is seven malaysia nine australia five о japan we suggest the government considers taking high impact interventions однако для того чтобы казахстан мог войти в число наиболее 30 развитых стран мира необходимо снизить детскую смертность до таких цифр как в соединенных штатах америки семь на тысячи живорожденных малайзия 9 австралия 5 япония 3 и для этого мы предлагаем высокоэффективные интервенции в прошлом году на совещании в кабинете премьер-министра я предложил четыре таких высокоэффективных интервенции две из которых в настоящее время уже включены в планы реализации министерством здравоохранения First one is the prevention of micronutrient deficiency which the government has already allocated the state fund to fortify wheat flour with iron and folic acid to prevent anemia among women and children and also support for vitamin A supplementation одним из первых это является предотвращение дефицита микронутриентов и витаминов с государственным субсидированием обогащения муки для снижения уровня анемии среди женщин и детей и также поддержка саплиментации витамином а well these actually like magic bullet and immediately start improving the brain and the body of the young people or the children and also improving women это даже похоже на такие волшебные таблетки или волшебные пули которые практически быстро и немедленно действуют на улучшение статуса здоровья матерей и детей second we need to focus on the poor and rural families evidence shows that these families have much higher child mortality rate so by focusing on them your return on budget investment will be higher and there will be much more equitable society this april i visited urjar district in east kazakhstan oblast where i found that interventions on quality of antenatal and perinatal care is implemented and now being extended at the national level so the efforts are being made to improve the health care in the rural area as well во-вторых необходимо конечно сфокусироваться на более бедных и сельском населении есть такие доказательные данные которые показывают что уровень детской смертности среди этих групп населения более высок через среди других групп населения и поэтому фокусируя свои интервенции на именно на этих группах населения вы получите более высокую эффективность бюджетных вливаний бюджетных инвестиций и также что приведет к более равноправному обществу в апреле этого года я был в урджарском районе и пастучно казахстанской области где я увидел что те интервенции направлены на улучшение качества антинатальной и перинатальной смертности сейчас уже внедряются и настоящее время они уже внедрят или на национальном уровне таким образом вот именно эти усилия могут улучшить статус здоровья и охрану здоровья именно в сельских регионах there are two more areas that require enhanced efforts one is to improve the knowledge of people at the household level on how to take care of their children particularly the new bones and pregnant and lactating women the government is already making efforts in this area with the care for development communication materials like this or like this and with the care for development communication material but we need to make sure that the information and knowledge reach each family in each person particularly the poor and rural families но также есть два очень важных направлений которые требуют определенных усилий первое одно из них это улучшение знаний и навыков и родителей людей на уровне домохозяйств о том как ухаживать за детьми как их правильно кормить особенно уход за новорожденными беременными женщинами и кормящими женщинами для этого конечно правительства уже предлагает делает определенные усилия с выпуском различных информационно-образовательных материалов как вот эти и направленные для родителей и для лиц ухаживающих за детьми но однако необходимо чтобы эти материалы вся эта информация дошла до каждой семьи до каждого члена общества особенно в бедных семьях и в сельских регионах то вот как я это 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 в это если это это так Продолжение следует... Один из последних основных направлений по снижению детской смертности является фокусирование на межведомственном взаимодействии, так как много факторов влияют на выживание матери и детей, таких как доступ к чистой питьевой воде и соответствующей канализации, особенно в сельских районах. Это уровень доходов в домохозяйстве и уровень образования родителей. Это безопасность на дорогах и соответствующая транспортная инфраструктура. Таким образом, путем улучшения всех этих факторов, совместные усилия всех отраслей могут помочь достичь до определенной цели. Таким образом, Казахстан может достигнуть на высшем уровне, чтобы улучшить детей на максимум уровне. Я верю, что Казахстан может показать в мире самым быстрым улучшением для детей на здоровье и здоровье. И ЮНИСЕФ также продолжит свою работу, прививая в глобальные эксперты и лучшие практики, и compartilяя информацию о успехах Казахстана с другими странами. Мы хотим увидеть Казахстан между главными руководителями в промышлении ребенка, как указана в Конвенции на здоровье ребенка. Именно таким путем Казахстан может достичь максимального развития потенциала своих детей для дальнейшего укрепления благосостояния общества. Я верю, что Казахстан сможет показать миру быстрые темпы улучшения выживания, здоровья и благополучия детей. И также ЮНИСЕФ продолжит свою работу путем внесения в Казахстан глобальной экспертизы и наилучших практик. И также будет инициатором по обмену наилучшей практикой, созданной Казахстаном среди других стран. Мы хотим видеть Казахстан среди лидеров в продвижении программы по правам детей. Благодарю вас за внимание. Спасибо. Спасибо. Пожалуйста, Талгат Копайч. Курмета Ханадан Мирзалар, Курмета Рептистер. Научный центр акушерства, гинекологии, перинатологии находится в городе Алматы. Он осуществляет практическую, образовательную, научную деятельность и оказывает кураторскую помощь юго-западному региону Казахстана. Казахстан является большой территорией, это девятая страна в мире по территории, поэтому наш центр в Алматы отвечает за юго-западный регион, помогает им, оказывает практическую помощь. А северо-восточный регион оказывает помощь центр материнства в городе Астане. Хотелось бы сказать, что в центр акушерства поступает наиболее тяжелый контингент беременных женщин и гинекологических больных юго-западного региона. И юго-западный регион – это 65-70% всех родов в нашей стране. В основном контингент очень тяжелый – это женщины беременные с заболеванием крови, пороками сердца, циррозами, туберкулез, поступают к нам в клинику для подготовки к родоразрешению. Хотелось бы сказать, что эти женщины поступают по гарантированному объему бесплатной медицинской помощи, и сведения о беременных женщинах у нас имеется регистр, регистр как по детям, так и по беременным женщинам. Поэтому нам в этом плане легко прогнозировать госпитализацию и лечение того или иного контингента пациента с тяжелой экстрагенитальной патологией. Хотелось бы сказать, что за последние 4 года проводится большая работа по оказанию экстренной акушерско-гинекологической помощи. Хорошо и слаженно работает санавиация, которую вывозят тяжелых больных в перинатальные центры и в центры в Астане. В центры неотложной помощи, кардиология, кардиохирургия и все врачи работают очень слаженно и очень хорошо. Это сотни спасенных жизни беременных и детей. К сожалению, еще недостаточно проводится работа службы по планированию семьи, предгравидарной подготовки, о которой говорила Магрипа Хамитовна. И остается у нас в Казахстане человеческий фактор. Это тот фактор, если женщина страдает той или иной тяжелой патологией, к примеру, лейкоз, онкология, туберкулез, пороки сердца, острое нарушение мозгового кровообращения, при которых беременность нежелательна. Но они беременеют. И врачи, и медицинский персонал оказывают помощь во имя спасения жизни женщины. И поэтому необходима в этом плане ваша помощь, уважаемые журналисты, чтобы через СМИ, телевидение, в газетах, телепередачах или в фильмах хорошо освещались вопросы здорового образа жизни, ценности сохранения семьи, потому что семья – это ячейка общества, о здоровом питании. И поэтому и ваша работа в этом направлении даст большой плюс. Сейчас в настоящее время повышается у нас за последние 10 лет рождаемость, снижается количество абортов. То есть граждане нашей страны, они знают, что у нас в стране все стабильно и верят в светлое будущее. И поэтому ради сохранения семьи у нас в Казахстане работа проводится очень большая и имеются большие позитивные сдвиги. Но необходима слаженная работа, солидарная ответственность каждого гражданина Республики Казахстан. Спасибо. Вам большое спасибо, уважаемые коллеги. Мы переходим ко второй части нашего брифинга, непосредственно к самим вопросам. Пожалуйста, если есть вопросы, поднимайте руки, вставайте, представляйтесь. Вопросы есть? Нет? Пока, Роза, давайте, вы скажете. Да? Пожалуйста. Газета «Мегаполис» Жемиля Каримова. Объясните, пожалуйста, в Казахстане статистика по материнской детской смертности, она одна. А та, которую предоставляет международное агентство, она другая. То есть, почему вот эти расхождения в цифрах получается? Кто достает? Спасибо. Спасибо. Это очень коммунная вопрос, которую мы задавали в каждом стране. Это очень коммунная вопрос. Это один из частей вопросов, который задается практически во всех странах мира. разницы статистики используемой международными агентствами и национальной статистикой. Для этого в группе существует межведомственная группа ООН, которая проводит специальную оценку данных по уровням смертности и используется она для всех международных агентств. Для того, чтобы проводить такую оценку, данная группа экспертов использует всю имеющуюся статистическую данную из каждой страны, в данном случае в Казахстане, включая официальные статистические данные и регистрацию смерти жизни. Используются данные всех переписей, используются данные исследования по уровню благосостояния на уровне домохозяйств, используются данные мультииндикаторного кластерного исследования, также из органов ЗАГС и юстиции. И потом они рассчитываются на специальный плот анализ существует и делается расчетная кривая. Так как в этом случае используется, научный подход для расчетных данных по уровню смертности, скажем, детской или младейческой, или материнской, в котором учитывается качество данных, использование данных из реального времени, то в любом случае здесь будет разница между национальной статистикой и расчетной статистикой. В том случае, когда национальная статистика, которая приходит в эту межведомственную группу ООН, является качественной, аккуратной и соответствующей данным, то вот эта разница становится все меньше и меньше, но она существует в любой стране мира. Это есть также и для национальной статистики Японии и статистики, используя группу ООН. Я могу сказать, что сейчас вот эта разница между казахстанской статистикой и расчетными данными ООН очень мала. До прошлого года разница была достаточно большая между официальной статистикой и данными группы ООН. Но после приезда миссии в прошлом году, которая оценила качество, аккуратность и соответствие данных, реальности, эта разница стала очень мала. Так что в настоящее время очень маленькая разница между данными. То есть она в пределах доверительного интервала, если вы посмотрите. – Большое спасибо, пожалуйста. Секундочку. Передайте, пожалуйста, микрофон, встаньте, представьтесь, а то мы не слушаем вопрос вашего. – Тангринью, Салтанай Жемжувина. Тоже касательно этого же вопроса по статистике. Турегильдер Шарманов недавно написал статью, и он усомнился в статистике Минздрава по снижению материнской и младенческой смертности. Он открыто заявил, что цифры недостоверные, то есть они слишком завышены по улучшению ситуации. И он отметил, что по данным ВОЗ, там практически в два раза больше материнская и детская смертность в Казахстане, чем по данным Минздрава. Насколько достоверна статистика Минздрава все-таки в этом вопросе? – Разрешите, я отвечу, Магрия Пахамидовна. На сегодняшний день, как я уже сказала, еще в 2008 году, когда мы начали регистрировать самых маленьких детей, начиная с 500 грамм, все статистические формы привели соответствующие международные стандартные. И определение, что такое смертность, младенческая, что такое перинатальная смертность, как рассчитываются показатели, мы привели в соответствии с требованиями Всемирной организации здравоохранения. Это первое. Второе, что на сегодняшний день все данные смертности о детях по всей стране, по всем 16 регионам, они стекаются ежесуточно в Министерство здравоохранения. Оперативная сводка идет в Министерство здравоохранения. Ежемесячно эти данные обрабатываются и соответствующими нашими информационными отделами, это ТО Мединформ, как было отмечено в статье, они обрабатывают эти данные и представляют в Министерство здравоохранения уже сводные отчетные данные по всей республике Казахстан, цифры по республике средней. И в разрезе каждого региона мы видим ситуацию по материнской и младенческой смертности. Даже по весу ребенка, по его дате смерти, все эти цифры нами анализируются. Самое важное, что я хотела сказать касательно указанной статьи цифры, которая указывает, что ВОЗ дает цифры, ВОЗ эти цифры не дает. Как раз-таки Всемирная организация здравоохранения бьет цифры официально представляемой Министерством здравоохранения и агентством по статистике. То, что указано, что завышено, вот как уже сказал господин Джунг Куки, то я хочу повторить, что коэффициент младенческой смертности, которая рассчитывается для Всемирного банка и для расчета глобального индекса конкурентоспособности, слагается и отражает качество жизни населения в различных странах. Очень важный показатель – это младенческая смертность. И показатель основан на комбинации общедоступных статистических данных, это первое, которые получают от национальных институтов, международных организаций и результатов обширного ежегодного исследования, которые проводят не мы, это международные организации проводят эти исследования. И этот показатель слагается и рассчитывается по специальной программе межведомственной группой организаций объединенных наций. И они эту цифру рассчитывают для того, чтобы представить Всемирному банку и для расчета индекса конкурентоспособности страны. В данную группу входят независимые эксперты, исследовательский центр детского фонда ООН, департаменты организаций объединенных наций по экономическим и социальным вопросам, программы развития организации объединенных наций про ООН и Всемирная организация здравоохранения. Вот сколько организаций входит, и Всемирный банк, конечно, для того, чтобы рассчитать этот показатель. И на сегодняшний день, как уже я повторюсь, если в 2012 году до приезда этой миссии в Казахстан показатель младенческой смертности был 28, то после приезда этой миссии в июне 2013 года была проведена совместная работа Министерства здравоохранения, Министерства юстиции, Агентства по статистике. Международным экспертам было показано, насколько отработана система передачи информации о рождении каждого ребенка, о смертности каждого ребенка в родильных домах. Они посетили родильный дом, посмотрели, как идет регистрация этих детей, базу данных, заглянули даже в компьютер, как эта информация регистрируется. Затем, значит, по ходу этой информации был посещен Астанинский городской ЗАГС, Министерство юстиции. Ребята показали, как эта информация обрабатывается и как оформляются дальше документы на этого ребенка. Это свидетельство о рождении или свидетельство о смерти. И, естественно, вся информация, как обрабатывается Агентство по статистике, была презентована этой миссией. И межведомственная группа по итогам работы дала положительное заключение, что Казахстан достиг больших успехов по регистрации. Это действительно регистрация достоверная, она открытая, она прозрачная. И благодаря этой работе они, значит, эти коэффициенты пересмотрели в отношении Казахстана, и с 28 они нам снизили до 18,7. Это по итогам 2012 года. По итогам 2013 года также был пересчитан показатель, и он составляет сейчас по итогам этой межведомственной группы. Значит, детская смертность составляет у нас 16,4. Младенческая – это дети до года смертность составляет 14,6. Это большой успех для Казахстана. Если официальная статистика показывает нам младенческую смертность по итогам 2012 года, 2013 года, 11,5, то разницу вы сами видите. Это в пределах 3-4 промилле. Благодарю. Пожалуйста, только Алматы. Продолжение следует... 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 То есть нужно оказывать поддержку семье, поддержку будущей матери, в том числе социальную поддержку, для того, чтобы не умножать количество сирот в стране. И поддерживать эти плохие семьи, молодые мамы, проблемы, которые они face, которые будет гораздо лучше для ребенка, и для ребенка, и для бюджета страны. Что, конечно, будет намного лучше как для ребенка, для семьи, так и снизит издержки бюджета государственного. Мы знаем, что мы уже работали с государством в организме социальную поддержку для этих родителей. Поэтому мы видим, что количество детей обозначает сейчас, но мы должны делать больше. Мы уже достаточно давно работаем с правительством в этом направлении по улучшению поддержки с целью предотвращения социального сиротства. И мы уже в последнее время видим те цифры, говорящие о снижении количества сирот, оставляемых в домах ребенка. Но я думаю, что мы должны сделать больше. Благодарю. Разрешите, я дополню по данному вопросу. Если говорить о рождении детей и то, что их бросают молодые мамы, то проследить путь этой женщины, течение ее беременности, возможно, если она официально обратилась за медицинской помощью в организации по МСП. В онлайн-режиме в регистры вносятся те женщины, которые приходят, обращаются за помощью, и мы их наблюдаем. Если она не зарегистрировалась, возможно, родила и бросила, конечно, здесь другие факторы необходимо подключать. И чаще всего оставляют детей те женщины, которые находятся в трудной жизненной ситуации. Это молодые мамы, подростки, которые где-то обучаются, студентки. И на сегодняшний день, вот я уже как сказала, идет усиление в этом плане работы первичной медико-санитарной помощи. Для этого внедряется служба впервые в Казахстане, в рамках Саламата Казахстан. Медицина имеет такую социальную направленность. И для этого есть социальные работники. Около двух тысяч социальных работников в сфере здравоохранения уже работает. Также есть психологи. На сегодняшний день участковая сеть поощряется и стимулируется ежемесячно за достигнутые результаты. Если на участке нет материнской смертности, нет потери младенцев, нет каких-то тяжелых, злокачественных заболеваний, запущенных форм, нет туберкулеза запущенного формы. И, конечно же, за эти достигнутые результаты мы еще поощряем их ежемесячно. Они к своей зарплате еще получают дополнительный стимулирующий компонент. И я скажу, что участковый врач сегодня получает до 160-180 тысяч тенге. Это врач, участковый. Медсестра получает до 100 тысяч тенге. Это хорошая доплата. И социальных работников мы также стимулируем за их работу. И в этом плане необходимо взаимодействие. Самая важная и самая трудная, наверное, работа – это взаимодействие с другими государственными органами, ведомственными. Все структуры общества необходимо подключать для того, чтобы этих случаев у нас не было в стране. Самое важное – это даже в стратегии Всемирной организации здравоохранения «Здоровье-2020» указано, что если вкладывать инвестиции в образование и давать лучшее образование нашим детям, начиная с дошкольного периода, то здоровье этих детей намного лучше. Поэтому нужно начинать с садиков, нужно начинать со школ, оздоравливать и давать навыки здорового поведения этим детям. Нужно помогать тем девочкам, которые находятся в трудной жизненной ситуации. Это может определить и педагог, это может определить и медицинский работник, находящийся в этой школе. В этом плане сейчас идет усиленная работа по обучению этих медицинских работников, которые работают в школах, чтобы они пораньше выявляли эти признаки суицида, наличие каких-то проблем со здоровьем, травматизма. В этом плане в Министерстве здравоохранения и социального развития мы составили учебные программы совместно с нашими институтами и начали обучение этих медицинских работников. Но этого недостаточно. Необходимо, чтобы каждый педагог, каждый учитель в школе, каждый воспитатель понимал, что здоровье нужно в каждом своем поведении, и в занятиях необходимы элементы здорового поведения внедрять. Благодарю, пожалуйста, Бенюс. Здравствуйте, информационное агентство Бенюс, Надежда. В последнее время часто говорят о том, что неправдимость повышения солидарной ответственности в среде граждан. Скажите, пожалуйста, насколько актуальна данная проблема именно в сфере охраны здоровья женщин? Спасибо. Благодарю. Кто будет отвечать на вопрос? Давайте, может быть, тогда начнете. Маграга Махамидовна. Маграга Махамидовна. Маграга Махамидовна. Маграга Махамидовна. Маграга Махамидовна. Маграга Махамидовна. Продолжение следует... 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 что на здоровье детей, если нету должен санитарии, нету воды для содержания обычных условий для человека, то на 65% у нас ухудшается показатель младенческой смертности. Вот как влияют эти условия на показатели здоровья. Спасибо. Вам большое спасибо. Мы работаем уже больше часа, я попрошу кратко задавать вопросы и как можно группулезнее формировать ответы. Пожалуйста, Бак Кейзет. Бак Кейзет, Акпарат Агент, Нуракишева. Сіз баян даманызда көбнесе, нәрестелердің жағдайын жайында оларды сақтап қалуға қосылып жатқан медицинал құрылғылғар жайында айтып өттіңіз, ал ана өлімі жайында не айта? Сіз осыз жайында толығырак тоқтал бұталасызса? Кому жау беет? Пожалуйста, отвечайте. Самый важный принцип, который мы внедряли в Казахстане, внедряйте технологии, это принцип «спасая жизнь матери, мы спасаем жизнь ребенка». По данным Всемирной организации здравоохранения, если мы спасем жизнь матери, то останутся живы ее дети. Если умирает женщина, то в течение первых двух лет в 10 раз повышается риск смерти этих детей, оставшихся без мамы. Поэтому, конечно же, все эти технологии первую очередь направлены на спасение жизни и материи в том числе. Если мы своевременно диагностируем патологическое состояние у матери, если выявим какие-то грозные осложнения для женщины, своевременно доставив ее на соответствующий уровень, где окажет ей эквалицированную помощь, мы спасаем и жизнь матери. Конечно, мы в первую очередь создаем условия для этого новороженного, чтобы он родился в том роддоме, где ему окажут помощь не анатологи, а анестезиологи-реаниматологи, где ему окажут весь спектр услуг, необходимые для этого недоношенного ребенка. Почему я это акцентировала. А, конечно же, спасая жизнь этого ребенка, мы в первую очередь оказываем помощь матери, потому что мы выбираем тактику этого рода разрешения, мы выбираем необходимый параметр лечения этой женщины, мы приглашаем всех специалистов, необходимых для спасения жизни этой женщины. Когда-то я ездила в Белоруссию и спросила, как вам удалось, у своих коллег, как вам удалось снизить материнскую смертность? Вроде бы наша такая же постсоветская страна ничем особо не отличается от нашего Казахстана. Моя коллега ответила, говорит, если у нас есть тяжелые женщины, мы помогаем всей Белоруссии. Этот принцип я переняла для своей работы, и вот эта командная работа всех специалистов, всех уровней, начиная с Министерства здравоохранения, заканчивая областным управлением здравоохранения, наших врачей на местах, республиканских центров, надо со всей страны приглашаем специалистов, чтобы спасти жизнь этой женщины, потому что мы понимаем, что если мы ее не спасем, то останутся дети, сироты, а мать важный, важный человек в жизни детей. И по технологиям, что первый год жизни, первые два года и ранний период развития ребенка большое влияние на воспитание детей оказывает мать. Благодарю. Это очень интересно. Пожалуйста, Ваш вопрос. Информационное агентство «Новости Казахстан». У меня такой вопрос. У Вас есть статистика по количеству абортов в Казахстане? Возраст, сравнительная статистика, если есть. Спасибо. Да, количество по статистике это есть. Хотелось бы сказать, что в 2013 году было около 84 тысяч абортов. Если сравнить показатели, что было в 70-х годах, в 70-х годах показатель был 180 на тысячу женщин репродуктивного возраста. В настоящее время этот показатель в 10 раз меньше. 18,4 на тысячу женщин репродуктивного возраста. То есть, в сравнении с предыдущими годами, с 90-ми, показатель по количеству абортов снижен в 3 раза. По показателю на женщин репродуктивного возраста, с 90-ми годами показатель снижен в 3 раза. В 3 и в 3 десятых раза. В основном, медицинские аборты у активного репродуктивного возраста – это 19-34 года. С каждым годом количество абортов снижается, и с каждым годом рождаемость в Республике Казахстан увеличивается. И поэтому сейчас проводится планомерная работа по службе планирования семьи. И еще раз я повторюсь, что необходима и ваша помощь журналистов в широком освещении ценности сохранения семьи и планирования семьи. Я думаю, мы добьемся в этом плане хороших результатов. А поновее есть данные, поновее, чем в 90-е годы, 20-го века? Я же сказал, в 2013 году около 84 тысяч абортов. В 2005-й, допустим. Есть, конечно. Все у нас есть. Это, начиная с 91-го года, у нас это статистические данные есть. И в этом мы широко опубликовали это в конце августа. Тоже давали интервью по абортам. Я думаю, это в печати тоже широко освещено. Большое спасибо. Первый канал Евразия, пожалуйста. Первый канал Евразия. У меня такой вопрос к господину Джон Кухита. Снижая смертность среди новорожденных, спасая недоношенных детей, не думаете ли вы, что увеличиваете количество именно детей с патологиями, детей ДЦП, даунов, которые больны аутизмом, которые в дальнейшем будут нуждаться в посторонней помощи? В первую очередь идет нагрузка на их родителей, на правительство. Допустим, у нас в Казахстане для таких детей очень мало садиков. Получить очередь в реабилитационный центр тоже проблематично. И к нам каждый день в медиуприемную обращаются родители подобных детей, у которых есть такие дети, с помощью оказать помощь в лечении за рубежом. Мне нужна цифра мировая. Допустим, сколько у нас детей рождается каждый день, и сколько из этих детей в дальнейшем здоровые, а сколько детей с патологиями, которые нуждаются уже в дальнейшем жизненном лечении. И если есть цифра по Казахстану, тысячу детей рождаются, и сколько из них к первому году жизни больны ДЦП или аутизмом, или дауном, и сколько из них здоровые. Спасибо. В общем, цифра. Пойдемте. Спасибо. 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 There are two aspects, as my colleague mentioned, that we have to take care of the pregnant woman very well, and also during the pregnancy and at birth there should be good care with the nutrition, with the medical support, like iodine or iron. Those are things that we can do. That's why we are suggesting that a micronutrient intervention covering all the population would be very important to reduce the child disability. I agree with you. We are. We are. We are. We are. We are. We have to think about it. We need to be able to maintain the weight of the mother's birth. Во время беременности и во время родов тем, что улучшать ее статус здоровья, статус питания, в том числе предотвращать дефицит йода, железа в организме для того, чтобы она могла полноценно доносить этого ребенка и чтобы предотвратить, снизить инвалидизацию этих детей. Потому что я просто могу добавить, что уровень дефицита фолиевой кислоты, вы сейчас говорите о ДЦП, ДЦП одна из причин, дефицит фолиевой кислоты у нас в организме, особенно во время первых недель беременности. У меня есть очень тяжелые слайды с той патологией, когда дети рождаются с анонцефалией, с микроцефалией, ДЦП и так далее, а это фолиевая кислота. Вот поэтому ЮНИСЕФ очень сильно продвигает и поддерживает программу обогащения муки железом и фолиевой кислотой и витаминами группы В в Казахстане, на что сейчас выделено более полумиллиарда тенге правительством. И вторая часть этой проблемы – это, конечно, поддержка состояния ребенка и здоровья ребенка. Мы должны стараться сделать все, чтобы этот ребенок родился здоровым, но если этот ребенок рождается с какими-либо функциональными изменениями или с нарушениями развития, то мы, как общество, должны принять этого ребенка, помочь ему жить в обществе. Во-первых, мы должны помочь этому ребенку с оказанием помощи. Во-вторых, мы должны помогать его семье, для того, чтобы эта семья могла быть с ребенком, могла жить с ребенком, воспитать этого ребенка, ухаживать за этим ребенком. И мы должны развивать общество так, чтобы общество принимало и поддерживало этих детей. И, опять же, говоря об этом, мы говорим о том, насколько важны, знания и навыки семьи по уходу за ребенком, правильному уходу, по правильному кормлению детей. И также мы должны менять наше общество, которое должно принимать этих детей, поддерживать их, любить и растить. Большое спасибо. Давайте последний вопрос послушаем. Вы знаете, вы цифры можете, если вам не трудно, обратиться, посмотреть на сайте stat.kz или unicef.kz. Вы можете на medinfo.kz. Все эти цифры есть, доступны в интернете. Извините. Биби Гульсажан, ТДК-42. Вот вопрос, вы говорите по поводу повышения рождаемости наших детей. А как ее можно повысить в Казахстане, если в основном сейчас многие семьи не могут иметь детей и вынуждены обращаться и делать процедуру эко, да, вот вы о которой говорили. Она, как известно, стоит миллион двести, это практически семь тысяч долларов. Но это очень большая цена. Я знаю, что многие семьи за один раз это не получается за беременетью женщины, вынуждены обращаться несколько раз. Как же можно тогда повысить рождаемость, если такая цена? Это же очень большая сумма для людей, которые не получают, ну, сто тысяч, сто двадцать тысяч получают тенгена. В настоящее время рождаемость в стране около четырехсот тысяч. Страдает бесплодием по официальной статистике по обращаемости около шестнадцати тысяч семейных пар. Из них около семи тысяч нуждаются в проведении ЭКО. В настоящее время по гарантированному объему бесплатной медицинской помощи ежегодно выделяется на шестьсот попыток проведения ЭКО бесплатно. И с каждым годом эта цифра будет возрастать. Если раньше было таких попыток, по-моему, пять лет назад, около трехсот, сейчас в два раза увеличено. Да, имеется в том плане, что это очень вопрос дорогой, да, но эффективность в Казахстане достаточно высокая, от тридцати пяти до сорока процентов. Это говорит о том, что мы не отстаем от ведущих стран мира и Америки в этом плане. И имеются какие-то льготы по снижению цен, если попытка повторная и если пациентка идет на, или семейная пара на платной основе. И государством делается все, чтобы провести эту манипуляцию. Сейчас в настоящее время около 15 центров ЭКО, как при государственных учреждениях, так и частных. Но частных, конечно, больше. Большое спасибо, уважаемые коллеги. На этом мы завершаем наш брифинг. Спасибо всем за активное участие, а также позвольте поблагодарить наших гостей. Спасибо. Продолжение следует...